Привет, ты на канале KC Streamer и сегодня будем смотреть обнову для Slime 3000 Rise Against Despot. Обнова вышла 22 декабря. Добавили скрытые способности и немного пересмотрели баланс в игре. Давайте пройдем последний уровень. Проходить будем с обычной колодой. Я бы с удовольствием сыграл через призыв, но к сожалению призыв довольно слабый. Главная проблема это недостаточное количество призыва. Всего карточек которые что-то призывают вообще не так много. По-моему вот только послушные зомби, вот этот маленький слайм, слайм миньон и послушный док. Притом тут всех не больше пяти в бою, не больше шести и они довольно слабые. Вот я брал урон сумманов, два второго уровня они добавляют 200 процентов к урону и еще два первого. То есть было суммарно шестьсот процентов урона добавлено. И это толком не делает их сильнее. Добавлял им еще хпшку и в общем это все равно ничего не решало. Такая толпа, то даже если они управляются с какими-то противниками, то толпа намного больше. Она просто выносит слаймы. Так что будем играть по старинке. Так давайте с монеткой. Просто возьмите эти жетоны на старте. Вот это отличный вариант. Уровень 10. Слайм умеет давить кстати. Да в принципе тут все хорошее. Вопрос только на сколько. Вот это обязательно надо взять. Вот раньше вот эти чуваки Фредди Крюгера, они прямо были очень опасными. А сейчас их спокойно можно просто давить и все. Притом у меня вот эта давка раскачана очень плохо. Там еще можно добавить 10 единиц урона. Притом у меня вот эта давка раскачана очень плохо. Не знаю нужны мне монетки такого низкого уровня. Вот Supreme Gun хорошая вещь. И свинья копилка тоже хорошая. Смотри уже хпшка 2500. Гвоздомет. Не знаю надо подумать. Надо мне это не надо. Эффективная экономика. Каждый магазин дает на один жетон больше. С двух рук. Все направленные способности выпускают второй снаряд в обратную сторону. Для улучшения собери четыре способности второго уровня. А минимум второго уровня. Или не менее чем второй. Это же важно. Не а вот Supreme Gun тут прям супер мощная тема. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. пойдет да наверное монетка не очень хотя может быть если мы возьмем у нас прокачается и способности второго уровня вот у меня supreme ган монета мед и копилка может просто тупо окупиться мы тоже направлены к самаран где свинья копилка но а вот если продам а он не уменьшается ну зря нам продал но в принципе надо было проверить в момент так все с монеткой разберемся заменим на что-то более мощно но нормально тема угостил любишь их конфетками и и и и и и вот если представить что у тебя призыва ну там 15 единиц противников намного больше призыв не очень быстрый он просто где-то там отвлекается бьется в общем живет своей жизнью ты своей смотри какие классные штуки да монетка точно не нужно камень и и и и и вроде как вытеки если мы сейчас все забьем и не окопилка не он не будем пока спешить я начал призыва так мало это странно и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... С четырех рук до максимального уровня. Так, и чуть дает. Четыре снаряда в разных направлениях. Мощно. Три способности... Третьего уровня с тегом финансового. А, может быть и стоит. Три способности вообще-то много. Но время еще есть. Давайте, наверное, эту соберем тогда. Свинью копилку. А, ее только одну можно забрать. Тогда надо монеты собирать. Ну да, это деньги. Все-таки это не то, что нам прям очень нужно. Он говорит, да соберешь. Ой, ну ладно, давайте действительно соберем. Пусть будет. Достижение какое-то закроем. Шесть минут. Надо, чтобы все собрать. Где свинья-копилка? Теперь монетки. Бабки закончились. Вот, эффективная экономика. На три монетки больше получаем. Так, наверное, можно избавиться. Смотри, продать 42. Вообще ништяк. А этот остается. Ну да, как бы тут все эти плюшки, наверное, собираешь. Времени мало. Это, может, для бесконечного какого-нибудь режима. Это бы еще сработало. Можно было бы собрать сейчас с разными тегами. А так через шесть минут уже босс появится. Это босс. А там уже начнут нас жестко прессовать намного раньше. Ну как можно было бы копить и что-то там выстроить. Постепенно. Какие-то эти перекрестные. Ну типа у нас здесь, скажем, направленный дробовик. И мы бы могли постепенно дробовики раскачать. Вот здесь дробовик. Тут дробовик. Кстати, вот да, три дробовика. Три дробовика. Это интересно. Так, вот этот дробовик. Вот это. Нет, это скелетомет. А это... Шатган. Это вот этот дробовик. Ну-ка давайте три дробовика купим. Монетка нахрен с поля идет. А вот это тоже дробовик. Блин, это может более прикольно. Билет. А это суприм с бабками. Запутаешься. Киран тут. Ну вот, три дробовика. Ага, мы получили броня. Это за пассивный. Снижать весь входящий урон по слайму на два. Где у меня пассивный-то? Нихера не понял. Так, хорошо, как еще увеличить? Ага, три третьего уровня с тегом дробовик. Все, вот сейчас мы собираем вот эту шляпу и все будет хорошо. И бумеранги можно будет по вроде собрать. У нас шесть минут. Просто эту штуку хочется собрать. Видишь, огонь по площади. Уже бабки закончились. Понятно, тратить пачками. Просто машина-убийца. Четко. Четко. Броня до максимального уровня. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Это очень хорошо. Так, какие еще теги можно попытаться? Так, дробовик мы раскачали. Так, по площади. И огонь. Значит, о чем мы избавимся? Supreme Shotgun. Наверное, вот эту штуку. И будем... Будем по площади охреначь. Будем по площади охреначь. А у меня есть только по площади. Но вот это не по площади. Это направленная будет. Значит, просто направленная. Только площадь могу, наверное, взять. Так, вот эту по площади бьет. Вот эту по площади бьет. А что еще по площади бьет? Может, и вообще ничего больше нет. Вот отстой. А если две второго уровня взять вот эти? Смотри, вот это пассивный. Вот это пассивный. И свинья копилка пассивный. Давайте три пассивных хотя бы возьмем. Ну, где плюшки? Плюшки. Да, очень короткая колода. У этого свои плюса, безусловно. Бумеранг. Но он один. И он тьма. Так, основной. Вот эта тьма у меня. Вот эта тьма. И дробовик тьма. Сейчас мы попробуем вот это. Так, пассивные. Как? Сейчас мы разберемся. Нет. Ну, смотри, пассивный. Пассивный. Ну, и вот эти пассивные. Ну, сейчас еще одно. Это далее за троповик. Это далее за направленный. Это далее за финанс. Ну-ка, конфетками сейчас угощу. Человечка. Вот так вот. Они уже даже гробы себе подготовили. Правильно. Ну, а третий уровень. Ну, смотри, пассивный. 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 Жалко на площадь. Нет ничего. Ну, кстати, вот это еще тьма. Так, хорошо. Тогда тьму собираем. Значит, тьма. Тьма. Вот эта тьма. Может быть и нет. Может быть есть только бумеранги. А это, типа, слишком широко. А нет. Блядь. У меня что-то есть. Вот какая-то таблетка появилась. А это что такое? А да. Вот это тьма. Вот. Видишь? Вот это четко. Открытая способность. Режим берсеркера. Так, что мы еще можем прокачать? Значит, у меня здесь вот это лед. Тима, дроби. Жалко, они у меня вообще все одинаковые. Огонь. Нет одного огня. У меня есть разные способности. У меня есть разные способности. выстрел. Выстрел, 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 выстрел. вот это дробовик направленный направленный вот шотган это и дробовик и выставка видишь как странно монетка монетка supreme шотган так монетка supreme шотган больше ничего тут нет надо еще раз проверить тут сто раз посмотри ничего не изменится давайте обмена лучше соберем в принципе вот и все четыре минуты еще ждать босса а мы уже превратили слаймов терминатора я наверно в таком варианте можно пройти за призыв с каким-то дополнительными плюшками ну еще чем-то в колоде кроме этих там четырех карт которые реально за призыв встречают так-то конечно не пройдет они вот просто вот сейчас будут драться с помидорами сколько-то тянут на себя и тебе от этого в принципе не тепло не холодно смотри 99 монеток а это предельное значение что сейчас будем улучшать магазин посмотрим они улучшить 734 все десятый уровень по 20 процентов вероятность всего но выходи подлый трус где этот ваш босс но еще смысл просто пособирать чего-то чтобы увеличилась хп-шка за каждый сбор ты получаешь бонус тот 3 уровня мы спокойно можем собрать даже ту же копилку вот смотри хп-шку величество сейчас оп ну смотри сейчас 24 900 25 600 пустячок а приятно и при том можно этом-то не останавливаться 620 980 продал дальше стал собирать брешь монетки собираешь этот шляпу бабки то тут многое решают но до прохождения у тебя должен быть какой-то урон все-таки хороший и желательно чтобы он был пронизывающий потому что если толпа слишком большая то она просто закрывает босса и все смотри пчелы а чувак пришел и и ушел и все это же какой-то булавства ни на что это не влияет как мочили человечка с их помидорами так и мочим и он так и Продолжение следует... 20 секунд. И мы покажем, где раки зимуют. Надже, несмотря на все... Сопротивляются. Так, ну где там ваш босс? А, вот он он. Какая-то однорукая черепушка. Сейчас мы возьмем бессмертное. Так, надо целиться в него, видимо. Ну куда он там уходит-то? Нельзя быть таким подлым трусом-то. На, вот, конфетку возьми. Мне кажется, босс чуть посильнее стал. Ну, конфетку. Конфетку. Мало чего-то урона. А теги, интересно, еда что дают? Может, они усиливают конфеты? Прикинь, конфеты там миллион сносят. Угостил конфеткой и все. Ну-ка. 250, блин. Так мало. Так, надо еще пособирать все спиральки ДНК. А, все уже. Уровень пройден. То есть, 137 баллов. Ядовитая слизь. Слизь слайма наносит урон и немного замедляет врагов. 3 урона. На следующем уровне 5. Бонусные наггетсы. При подборе бонуса на поле из слайма вылетают огненные наггетсы тьмы. 20 единиц урона. А на следующем 40. Придвижение на врагов наносит им урон. 10 единиц урона. А будет 20. Вот это надо сказать. А на остальное не хватает. Надо 149. В следующий раз прокачаемся. Разработчики обещают добавлять новые уровни. Но пока как были вот эти 10, так и ничего не меняется. Это очень плохо. Короче, будем ждать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи. До встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok